Привет! Меня зовут Фариша Князева, я преподаватель по литературе в онлайн-школе Умскол. Сейчас ты смотришь серию моих пересказов по произведениям русской классической литературы. Обязательно подписывайся, ставь палец вверх, если тебе нравится такой формат. Михаил Юрьевич Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Перед тем, как начать, важно отметить, что поэма стилизована под русскую народную поэзию. Поэтому произведение начинается со вступления, в котором звучит рефрен или припев, что будет неоднократно повторяться в поэме «Ох ты го, еси, царь Иван Васильевич, про тебя нашу песню сложили мы, про твоего любимого опричника да про смелого купца про Калашникова». Автор отмечает, что эту песню исполняют гусляры на старинный лад, чтобы потешить боя. Действие же поэмы происходит в XVI веке, во времена правления Ивана Грозного. Первая глава начинается с описания пира Ивана Васильевича. Царь пьет вино вместе с взаимокружением, боярами, князьями, стольниками. Иван Васильевич в прекрасном настроении, но его внимание привлекает опричник Киребеевич, пуйный молодец по описанию автора, который сидит печальный в раздумьях и не обращает внимания на подношение. Царь хмурит брови, не понимает, почему его слуга горюет, и гневно спрашивает, неизменно ли задумал он, или служба государю ему наскучила, или завистью переполнен он. Царь отмечает, что Киребеевич и его любимый опричник, что он из рода Малюты Скуратова. К справке, этот род считался потомственными палачами при Иване Грозном. Киребеевич отвечает, что он прогневал царя, пусть велит его казнить. Тогда Иван Васильевич насмехается над ним и продолжает расспрашивать, кафтан ли у него истерся, деньги ли истратились, или сын купеческий его в кулачном бою победил. Тут важно подметить, что опричники были охраной царя, являлись неприкосновенными и вершили правосудие, поэтому за их убийство полагалась смертная казнь. Так что в последней реплике звучит ирония. Ну и после всех издевок Киребеевичу все-таки пришлось рассказать правду о своей печали. Он влюбился в купеческую девушку Алену Дмитриевну, которая совсем не обращает на него внимания. Автор описывает ее, используя сравнение, как в сказках. Ходит плавно, будто лебедушка, смотрит сладко, как голубушка. Киребеевич говорит, как увидит ее, все его силы куда-то пропадают. Царь рассмеялся над неопытностью в любовных делах своего опричника и решил ему помочь. Он дал Киребеевичу ехонтовый перстень, жемчужное ожерелье, чтобы тот порадовал Алену Дмитриевну подарками и посватался к ней. И вроде бы их недопонимание заканчивается хорошо, но важно отметить, Киребеевич скрыл от царя важный факт. Алена Дмитриевна была замужем за купцом Калашниковым. Вторая глава уже рассказывает о самом Степане Парамоновиче Калашникове. Муж Алены Дмитриевны держит лавку, продает шелковые товары. Он честный человек, известный своим умением вести торговое дело. Но сегодня рабочий день выдался неудачным. Никто в лавку не заглянул. Когда Калашников вернулся домой, он заметил странное. Жена не встретила его, как делала обычно раньше. Старая работница Еремеевна сказала ему, что хозяйка еще не пришла из церкви. Хотя поп с попадьей давно вернулись и сели ужинать. Дети плакали, скучали по матери. Тогда купец задумался, не произошло ли чего плохого. Наконец Алена Дмитриевна пришла домой. Она выглядела бледной, ее глаза были мутные, волосы растрепанные, без платка. А одежда изорванная, что было позором в те времена. Степан Парамонович решил, что она загуляла и начал ей угрожать, что впредь он ее не выпустит из дома в церковь и запрет под железным замком. Жена купца сразу же упала к нему в ноги. Начала плакать и рассказывать, что когда она возвращалась с вечерней службы, ее настиг незнакомый человек, который начал при всех на улице обнимать, целовать, срывать с нее головной убор. Все соседи видели это происшествие и, соответственно, начали сплетничать. Алена Дмитриевна начала просить защиты у мужа, так как она сирота и больше обратиться ей некому, чтобы вернуть свое честное имя. Тогда Калашников пригласил на совет своих младших братьев и рассказал, что опричник Киребеевич опозорил их семью и что он намерен биться с ним в кулачном бою завтра на Москве-реке. Герой не сказал, что конкретно произошло, а братья не спросили, зачем он это делает. Калашников завещал им, что если он во время кулачного боя погибнет, то они должны по очереди выходить на бой с Киребеевичем и драться до тех пор, пока не победят опричника. Если же он победит и царь его казнит, то пусть они примут его лавку, продолжат купеческое дело и заботятся о его семье. Братья поддерживают Калашникова и завершают главу следующими словами. Ты наш старший брат, нам второй отец. Делай сам, как знаешь, как ведаешь, а уж мы тебя, родного, не выдадим. Третья часть описывает сам кулачный бой. Все удалые бойцы приходили на Москву-реку. Разгуляться для праздника потешатся. Приехал и сам царь и начал созывать на бой, обещая победившему награду, деньги и титулы. Первый на бой вызвался опричник Киребеевич, кланяясь к царю и снимая шубу. Он хвастался своей силой и кинул клич толпу, кто может выйти с ним на бой. Но никто больше не выходил. Все боялись опричника. Трижды клич давался, и вот в последний раз толпа разошлась, из нее вышел удалой купец Калашников. Он поклонился трижды царю, церкви и русскому народу. Киребеевич не знал, что это муж, оскорбленный им девушке. Он спросил, кто он такой, и попросил назвать свое имя, чтобы потом знать, по кому панихиду служить. Купец отвечает, а зовут меня Степаном Калашниковым, а родился я от честного отца, и жил я по закону Господнему, не позорил я чужой жены. И он заявил, что точно после этого боя по кому-то из них будут служить панихиду. То есть намекнул на то, что в живых останется только один. Узнав противника, Киребеевич побледнел, но не струсил и первым нанес удар Калашникову. Его мощный кулак пришелся в грудь купца, да так, что медный крест погнулся и вдавился в его тело. Степан Парамонович пошатнулся, из груди парилась кровь, но он подумал, что чему суждено, то избудется, постою за правду до последнего. Купец собрался силами и ударил противника в левый висок. Киребеевич застонал и сразу умер, повалился на снег, словно сосенка. И так победителем из боя вышел Калашников, но такая победа вызвала гнев у Ивана Васильевича. Он решил вызвать его на допрос и спросить, за что он убил его любимого опричника. Калашников честно ответил, что готов принять смерть от царя, как положено по закону, но рассказать саму причину он может только Богу. Купец сделал это, чтобы защитить честь своей жены. Напоследов Калашников просит царя позаботиться о его семье. Иван Грозный за совестный ответ сказал, что будет содержать его жену и детей из казны, а братьям разрешит заниматься торговлей по всей стране беспошлино. После этого зазвенел колокол, который возвестил всех о готовящейся казни. Калашников попрощался с братьями, попросил их передать поклон Алене Дмитриевне и завещал никогда не рассказывать его детям о причине смерти отца. Казнили Степана Калашникова смертью лютую и позорную. Убийц не было положено хоронить на кладбище, поэтому похоронили его на улице посреди трех дорог. Но его честный поступок остался в народных преданиях, и кто бы ни проходил мимо его могилы, каждый кланялся. Это был краткий пересказ. Подробнее все произведения мы проходим на моем годовом курсе «Мастер-группа». Если ты хочешь узнать подробнее или записаться, переходи по ссылке в описании и пиши кодовое слово «Мастер». А с вами была Фариша Князева. До скорых встреч. Пока-пока. Фариша Князева Фариша Князева Фариша Князева